Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи. Речи Господь. Аминь глаголю вам. Як один от вас предаст мям. Искорбящий зело, начаше глаголуйте ему, и дин киж да их, и да аз есмь, Господи. Он же, отвещав рече, а мочивый со мною всолила руку, то и мя предаст. Сын же человеческий идет, як же исписан о нем. Горе же человеку тому, им же сын человеческий предастся. Добро бы было ему, аще не бы родился человек той. Отвещав же Иуда, предая его рече, и да аз есмь, мрави. Глагол ему, ты рече. Идущим же им, прием Иисус хлеб, и благословив, преломи. И даешь ученикум рече, примите и идите, сие с тела мое. И прим чашу хвалу воздав, даде им глаголе, пить отнявси. Сия боясь кровь моя нового завета. Я же за многие изливаемо в оставление грехов. Глаголю же вам. Я к неймам пить отныне, от сего плодолозного, до дне того, икда и пию с вами нова в царстве отца моего. И воспевши из Идоша в гору Леонску. Тогда глагол им Иисус. «Вси вы соблазнитесь, а мне в ночь сию. Писано бы есть, поражу пастыря, и разыдутся овцы стада. По воскресенье же моем, варяя вы в Галилее». Отвещав же Петр, речи ему. «Аще вси соблазняться о тебе, аз никогда же соблажнюся». Речи ему Иисус. Аминь, глаголю тебе. Я ко всю ночь, прежде даже, а лектор не возгласит, трикраты отвержившись о мене. Глагол ему Петр. «Аще ми есть, и умрете с тобою, не отвергуси тебе». Так уж дей все ученицы реша. Тогда прийди с ними Иисус, весь нарицаем у Гефсимани, и глагол учеником. «Сидите ту, донь дежешет, помолюся таму». И поем Петра и оба сына Зеведеева. «Начат скорбейте, тужите». Тогда глагол ему Иисус. «Прискорбна есть душа моя, до смерти. Пождитесь де, и бдите со мною». И пришед мало, поди на лице своем моляся и глаголе. «Отче мой, аще возможно есть, да мимо едет от меня чаша сия. Абачи не яка же асхащу, но яка же ты». Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня четверг, 17 апреля. Мы с вами будем читать Евангелие от Матфея, главу 26, с 21 по 39 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Когда они ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, «Не я ли Господи?» Он же сказал в ответ, «Напустивший со мною руку в блюдо, этот предаст Меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Присим Иуда, предыдущий Его, сказал, «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, идите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца Моего. И, воспев, пошли на гору Леонскую. Тогда говорит им Иисус, «Вы все соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, «Поражу пастыря и рассеются у овцы стада». «По воскресенье же Моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь прежде, нежели проповет петух, трижды отречешься от Меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобно говорили все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимане, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует Меня чаша сия. Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Такие ангельские строки сегодня мы с вами прочитали. Господь находится в Сионской горнице, с учениками своими пришел туда, дабы исполнить последнюю ветхозаветную Пасху. Ведь и действительно тогда все, относившееся к старому, закончилось. Господь, будучи послушен, как человек, вот этим предписанием закона Божия, вкушает Пасху, вкушает пасхального агонца с горькими травами. Все это есть. Но ведь не только ради этого он собирается здесь с учениками своими. Наступают уже буквально последние часы земной жизни Спасителя. Он знает, что будет дальше. Мы можем представить, да как можем представить? Представить не можем, что тогда происходило в душе Спасителя нашего. Какая скорбь, какая тяжесть лежала тогда там. Мы, люди, в каком-то смысле постоянно сталкивались с бедами, со скорбями, не имеем этих страданий, которые были у Сына Божия, в силу нашего незнания. Мы не знаем, что с нами будет через 15 секунд. Может, пройти все, что угодно, сколь угодно мучительное и тяжелое, но душа наша, находясь в неведении, она спокойна. Вот это неведение порой является благом для человека. Господь все знал. Так же вот и здесь. Ученики радуются здесь. Радуются, как иудеи, тому, что Пасха празднуется. Мы своим любимым учителем. Он, как отец семейства, сейчас во главе стола находится, возлежит с этим столом. А Господь не радуется. Он говорит, что вот, один из вас предаст меня. Посреди праздника. Все для них, как холодная вода выливается. Они весьма опечалились. Почему опечалились? Ведь, в общем-то, понимали, каждый из них знал, что я не способен на это. С другой стороны, и по-хорошему каждый в себя не верил, что ли, вот до конца понимали, что вот да, Господи, мы настроены, ведь изо всех сил быть верными тебе. Но ты так говоришь, так уверенный, так вот спокойный и твердо. Значит, ты что-то знаешь. Что получается? Ведь мы, несмотря на то, что мы любим тебе, верим тебе, неужели мы будем предателями? Какая скорбь учеников здесь. Да, и говорят, что каждый из них, не я ли Господи? Он же сказал в ответ, опустившись, со мной рука в блюдо всолила. Этот предаст меня. Ну, блюдо со специями, что-то вроде соуса, куда пускали хлеб и какие-то другие блюда. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы этому человеку не родиться. Так вот, блюдо всолил, Иуда Искариутский опустил. Причем, как здесь толкователи подмечают, здесь проявил демонстрацию такой наглости, что ли. Наглости и неуважения к учителю своему. То есть, одновременно потянулся, что ли. Не мог подождать мгновения, пока их учитель свой кусок омочит, солил. И вот Господь говорит о нем. Причем, говорит о нем, здесь заботясь ведь о нем. Ему скорбно тяжело, зная, что с Удой происходит, зная о том, что Иуда уже продал его, предал его. Но Иуда еще может покаяться. Господь все это открывает еще, что, мол, Иуда, смотри, я в курсе всего. Я знаю обо всем. Остановись, не погибни. Да вот эти слова, что горе тому человеку, которому Сын человеческий предается, лучше бы ему не родиться. Это все для Иуды сказано. Что может быть еще страшнее, чем вот эти слова из уст Бога человека. А Иуда, что предыдущий сказал, не я ли рови? Тоже вот это вот и дерзость, и наглость. Это вот вызов, что ли, даже буквально. В том числе толкователи говорят, Уда здесь пытается как-то так за этими словами спрятаться от своих собратьев апостолов. Потому что, если бы они узнали, кем предан был их учитель, ну, скорее всего бы Иуду просто бы убили. Действительно, вспомнить даже поведение апостола Петра. Помните, когда Христа в Гессимамском саду вот мы будем ведь свидетелями этого всего. Сегодня много Евангелия читать нужно. В формат передачи нашей с вами не позволяя здесь все прочитать, читаем только вот этот отрывочек. Петр, защищая Христа, ухо отрезал у одного из людей, которые пришли за Спасителем. В таком вот горении, праведном. Представьте, они бы узнали бы, вот тогда кто предатель. Не осталось бы туда вообще бы ничего. Что Господь еще и заботится о нем так кротко и милосердно. То есть я сказал тебе, но не объявляю это дорогим ученикам. Остановись. Когда Неллиусус взял хлеб, благословив преломил, раздавая ученикам, сказал, примите, идите съесть тело мое. Взяв чашу, благодарив подал им, и сказал, пейте из нее все. Ибо сей есть кровь моя нового завета. За многих изливаем мы в оставлении грехов. Таинство святого причения устанавливается на этой вечере. Хлеб становится телом Христовым, кровь становится, вино становится кровью. Как чудо, таинство. Господь призывает верующих. Кресту придите, примите, ешьте, пейте. Это новый завет, это заключение новых отношений между Богом и человеком. Основаны уже не на крови агнцев и тельцов, основаны на крови Сына Божия. Что Бог умирает за вас, чтобы вы могли стать живыми. Придите все, получите отпущение грехов. Почему не скажено вооставление грехов всех, только лишь многих? Потому что, опять же, свобода человеческая никуда не девается. Хочешь быть прощенным, приди ко Христу. Но кто не хочет? Ну что, что-то остается тогда со своим невидением. Сказы же вам, что отныне не буду пить от плода сего винограда до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве от самого. Но здесь Господь говорит от уверенности в своем воскресении. Что есть, да, все земное заканчивается, но наступит новое. Знаете об этом. Воспев пошли на гору Илеонскую, сад Гефсиманский. Тоже, видимо, кто-то их туда пустил. Много здесь о тайных учениках Христовых в Англии упоминается. Мена я не знаю, но Бога все неизвестны. Те, кто послужил евангельскому делу. Даже просто пустить вот в этот вот сад оливковых деревьев, ну, уже это было делом добрым. И вот там Господь и говорит ученикам своим, что, то есть, все соблазнитесь о мне в эту ночь, что все разбежитесь. После воскресения встречу вас в Галилее. Апостолы что же стали говорить, что не уйдем от тебя, Господи. Петр говорит, что все отрекутся, я не отрекусь до конца, даже если умирать буду, все равно буду с тобой. Спасители, что ему отвечают, что, то есть, прежде нежели проповедить петух, ты уже трижды отречешься от меня. В эту ночь она уже наступила. В наступление утра, пока солнце не встанет, еще до первых лучей солнца уже трижды откажешься от меня. И все это дело сбылось. Вот к чем приводит порой самоуверенности. И вот там в Гефсимане Господь берет Петра, Якова Иоанна, отходит несколько в отдалении, и там начинает скорбеть и тосковать. Сколько здесь человеческого в этой скорбе и тоске. Бог действительно стал человеком, действительно принял всю нашу немощь, всю нашу ограниченность, все наше одиночество, все наши страдания, всю нашу боль на себя, чтобы избавить нас от всего этого. Душа моя скорбит смертельно, говорит Господь, побудьте апостолы здесь, бодрости со мной. Несмотря на то, мы знаем, что все равно Господь остается один. Это на состоянии одиночества. Додей немного пал на лицо свое, молился, говорил, Отче мой, если возможно, минует меня чаша сия, чаша страданий, чаша скорбей, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот оно, удивительное смирение. Человек, Иисус, смиряется перед волей Божией, смиряет себя к божественному промыслу. Хотя он, конечно, здесь мог, мог отказаться, мог уйти, но для этого он и пришел в мир, чтобы умереть за нас и спасти всех нас. Такой Евангелие. Сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, глава 26, 21, по-моему, 39 стих. Всем нам напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Благословение Господне пребывает со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok